Радужный в очередной раз стал принимающей стороной для проведения региональных соревнований по борьбе с самбо. По традиции праздник спорта, позволяющий определить лидеров соревнования, начался с построения и парада участников состязаний. Участники соревнований, гости, всегда приятно встречать спортсменов со всей территории нашей необычной югры, у себя дома. И хочется, чтобы вы сюда снова и снова приближали. Наши организаторы каждый раз становятся делать так, чтобы вы себя здесь, держать здесь как дома. Самбо всегда был видом спорта, отважным и мужественным людей. И поэтому я надеюсь, сегодня соревнования пройдут в честной и бескрензивной борьбе. Желаю спортсменов крепкого здоровья, бодрости, духа, ну и, конечно же, ярких побед. Всем хорошего праздника! Масштабные соревнования в этот раз собрали в зале борьбы юность представителей 11 муниципалитетов, желающих продемонстрировать свои спортивные качества, силу и выносливость. Что касается количества участников, в сегодняшних соревнованиях присутствует 11 муниципалитетов, порядка 60 спортсменов участвуют. Выступают они в двух возрастных группах. Это юниоры 18-20 лет и старшая возрастная группа – это мужчины и женщины, это 18 лет и старше. То есть юниор может также участвовать в двух возрастах, так как ему достигло 18 лет, может и по взрослым, и по юниорам. Открыли череду поединков спортсмены, выступающие в группе «Боевое самбо». В числе первых на татами вышел спортсмен из Нижневартовска Курбан Ашурбеков. Он уверенно провел встречу с оппонентом, став победителем напряженного поединка. Молодой человек уже седьмой год занимается спортивным самбо. А в этом году решил попробовать свои силы в боевом. И удача ему улыбнулась. Он сразу же одержал свою первую победу. Ну не скажу, что прям было сложно, но был хороший соперник, хорошо побились. Первый раз выступал по боевому самбо, это была моя первая встреча. Вот, ну так, нормально. Кто вас подготавливал, кто за вас переживал? Мои друзья, мои братья, люблю их, спасибо им. Вот, ну так, братья поддерживали, им очень благодарны. Отметим, что спортивное и боевое самбо имеют ряд существенных различий. В основе спортивного самбо лежат броски, удержания и болевые приемы. А в боевом к ним добавляются удары, которые можно наносить любыми частями тела, включая локти, колени и голову. Соответственно, соперника можно нокаутировать или отправить в нокдаун, что в спортивном самбо не предусмотрено. В боевом самбо, как вы видите, сегодня добавлены удары, достаточно жесткий вид спорта. Поэтому скорая помощь присутствует на наших соревнованиях. Наши медики сегодня как бы работы будет предостаточно. Как отметил директор спортивной школы «Юность», региональные соревнования носят отборочный характер. Лучшие из лучших войдут в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И в дальнейшем представят наш округ на чемпионате Уральского федерального округа. А затем на чемпионате и первенстве России по борьбе с самбо. Нина Журавлёва, Эдуард Минахметов, Новое время Радужный.